А теперь давайте вернемся к исходной задачи роутинга. Напомню ее. Человек выполняет какое-то действие, например в данном случае переходит на нужный URL. И наш JavaScript должен подгружать соответствующий раздел сайта, например Home или About или CoolStuff. Прямо сейчас это в общем-то работает, но все-все модули находятся в единой большой сборке App.js. Вот они. Почему так происходит мы обсудили. Потому что это преобразуется в контекст, контекст подключает все-все файлы, подходящие под данную директорию, и этот вызов превращается в обращение к контексту с нужным путем. То есть получает из контекста нужный файл, но при этом в сборке находится вся. Как бы нам это поправить? Первое, что приходит в голову, это require.insure. require.insure, затем функция, и перенесем это в нее. После пересборки мы обнаруживаем еще один файл 1.1.js. Давайте посмотрим, что у нас получилось. App.js теперь содержит шапку и вот содержимое App. Дальше, через webpack require.e динамически подключается вот этот кусочек сборки, который, если посмотреть внимательно, содержит все остальное. То есть и контекст, и дополнительные модули. Почему так получилось? В принципе, результат ожидаемый. Мы сделали require.insure, значит, вебpack ищет то, что require-то внутри, и выносит это в отдельную точку сборки. Поведение логично, но не совсем то, что нам надо. Мы-то хотели бы, чтобы в отдельные точки сборки вынеслись каждый вот из этих файлов, правильно? А у нас вынеслось все вместе. Что ж, тупой вызов require.insure не подошел. Время поразмыслить. Давайте уберу require.insure. Что нам нужно? Нам бы хотелось, чтобы при подключении каждого модуля создавалась отдельная точка сборки. Отдельную точку сборки создает require.insure. Значит, нам нужно столько require.insure, сколько всего модулей. То есть, для каждого отдельного модуля необходима такая небольшая оберточка, чтобы require вызывала ее, а в ней был require.insure, который require-ит модуль. То есть, условно говоря, чтобы в home.js вместо большого красивого модуля home находилась require.insure, которое этот модуль home берет откуда-нибудь и здесь вызывает. А соответственно, код, который делает всю работу, вынесен уже в отдельный файл, которому здесь вот путь, который откуда-то require-ится. Если теперь сделать сборочку, тогда require.roots подключит этот файл, увидит в этом файле require.insure, сделает отдельную точку сборки, в которой будет как раз наш код. И так для каждого модуля. очень важно понимать, что мы хотим сделать, потому что, на самом деле, мы, конечно, не будем для каждого из этих файлов создавать еще один обертку. А вместо этого воспользуемся специальным лодером, который называется bundle loader. этот bundle loader необходимо поставить, и дальше запустим веб-пэк. Вуаля! Что у нас есть? У нас есть app.js. Этот app.js включает в себя шапку, app и контекст. А кроме этого, если посмотреть внимательно, то после контекста идут еще такие вот странные штуки. Вот это, и вот это, и еще вот это. Однотипные модули, каждый из которых сгенерирован bundle loader и как раз представляет собой обертку, о которой мы говорили. То есть у нас в app.js включен контекст и такие оберточки, а каждый из модулей, которые здесь были, вынесен в отдельный кусочек сборки. Видите? Раз, два, три. Давайте глянем на исходный код bundle loader. Вот он. И здесь мы увидим, что он как раз делает то, о чем мы говорили. То есть генерирует вот такой вот или вот такой вот фрагмент и кода, содержащий require and sure, который подключает уже наш модуль. Перейдем к описанию bundle loader. Здесь видны примеры с его использованием. Внутри bundle loader находится require and sure. Поэтому работает он асинхронно. Вызов bundle возвращает функцию, которая получает callback. И этот callback выполнится и получит модуль, когда он будет загружен. Тут есть два варианта. Первый обычный вариант. Загрузка начинается вот здесь. А второй вариант со флагом lazy. Если флаг lazy, то загрузка начинается не вот в этой строке, а чуть позже при передаче callback. То есть чтобы работал наш код, нужно внести исправление. Road получается не синхронно, а асинхронно. И здесь его также совершенно вызовем. Что ж, давайте посмотрим, сработал ли теперь наш сайт. Обновлю страницу. И мы увидели, что подключился home. Он загрузил app.js. App.js загрузил третий кусок сборки. И третий кусок сборки, это как раз и есть home. Все верно. Давайте about. Тоже все хорошо. А давайте что-нибудь в таком духе. Хм, произошла ошибка. Естественно. Ведь я передал неизвестный путь, а мы такую ситуацию никак не обрабатываем. Давайте посмотрим внимательнее, почему ошибка. Ошибка произошла здесь. Это функция, которая ищет модуль в контексте. Разумеется, такого модуля в контексте нет. Давайте выше по стеку, что ее вызывает. Вот. Ее вызывает app.js. Поэтому поймать ошибку в данном случае особенно просто. Так как ошибка возникает при запросе из контекста, то она возникает здесь. Не в колбеке до него дело не доходит, а именно здесь. Причем сам контекст находится в единой сборке с app, и обращение к нему осуществляет асинхронно. Поэтому нам достаточно просто изолировать вот этот вот require. Вот так вот. И здесь, если подключить получилось, то давайте вызовем его с колбеком. Давайте проверим. Обновляю страницу. Ура! No such path. Ошибки нет. Все отработало именно так, как мы с вами только что посмотрели. Поскольку тема контекстов может вначале показаться сложноватой, я еще раз расскажу, как это работает. Вебпэк видит require. И он видит, что require не просто строки, а некоторого префикса плюс выражение. Этот require вебпэк внутри себя автоматически переписывает. Как переписывает, описано в документации. Здесь ниже как раз require.context. То есть вместо вот этого мы получаем вот такой вот require.context, где вот это вот идет в качестве директории. Здесь у нас под директорией по умолчанию тоже проходится. И regExp вот такой вот простенький. Он означает, что каждый путь должен начинаться с точки слэш. И дальше из этого контекста мы получаем модуль. Context. Вот. Это преобразование вебпэк осуществляет внутри себя автоматически. И дальше начинает собирать файлы, которые находятся в этой директории, удовлетворяют этим условиям. То есть вот этот, этот, этот. Формирует из них модуль context, включает его в сборку. Модуль context содержает информацию о том, какие файлы есть. И дальше в сборку по идее должны попасть сами эти файлы. Но сами эти файлы проходят через bundle loader. Bundle loader берет файл и возвращает вместо него обертку. То есть require ensure, которая подгружает данный файл. Но так как это require ensure, то файл выносится в отдельную точку сборки. Стало быть, в результате сборки этой всей штуки, мы получаем fallapp.js с контекстом и с обертками. И получаем дополнительно три точки сборки по числу файлов. Следующая строка handler, которая подключает модуль из контекста, в данном случае получает уже не сам модуль, а ту обертку, которую вернул bundle. Эта обертка работает асинхронно и поэтому я передаю ей callback, который когда модуль загрузится его вызывает. Именно благодаря этому наш проект вполне работает. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok